Симпсоны. Легендарный мультсериал, по которому выходила куча видеоигр разной паршивости. Да, преобладающая часть из них недостойны даже того, чтобы про них знали. Хотя у вас особо и не выйдет, поскольку выходили они на древнейших приставках. Даже в 21 веке с развитием технологий, видеоигр, консолей и моего аутизма, разработчики также продолжают выпускать шлаг. Симпсонс Road Rage. Это Crazy Taxi с таймером для скорострелов. И Симпсонс Hit'n'Run, так называемая GTA Симпсоны. Но по сути это пустой полуоткрытый мир, с коллекционными предметами по городу и миссиями в духе Crazy Taxi. С ограниченным таймером, время которого падает быстрее, чем курс рубля. И конченной сложностью. Про эту парашу я изначально хотел сделать отдельный ролик, но понял, что она того не стоит. Ведь проходя это на Xbox, я чуть ли не порвал очко. Сокамерника. Далее произошло чудо, и в 2007 году вышла Simpsons The Game. На огромное количество платформ, кроме ПК, что сразу гарантировало отсутствие интереса в СНГ. Но разработчикам также было насрать, потому что официального перевода не было. Впрочем и не надо, на сюжетные катсцены в виде мультиков просто интересно смотреть, и без перевода вполне всё понятно. И так появилась единственная качественная и лучшая игра по Симпсонам. Почему она является таковой? Начнём с визуала, который впервые додумались сделать в мультяшном стиле. Ради этого пришлось ждать 16 лет. Так же, как и батю с хлебного. Стиль мультиков проявляется в катсценах, по сути это отдельный самобытный выпуск Симпсонов. Так же сам стиль пробрался и в графику. Несмотря на 3D, всё сделано так, будто всё нарисовано в 2D мультике. При этом в пространстве легко и удобно ориентироваться. Хотя не везде. На версии для PSP и VE у блюдская камера. Кстати, могу сделать видео про все версии этой игры. Всего-то нужно купить мне квартиру. Помимо визуала в наличии превосходный удобный геймплей и управление. Редко возникают моменты, где вас может подвести кривость управления. А сам же геймплей строится как в лего играх, с небольшими головоломками. Для решения которых нам в распоряжение дают двух персонажей желтой семьи. Каких именно, зависит от уровня. Их здесь 16. То есть игра достаточно быстро проходится. Но при первом прохождении сложно так сказать. Загадки порой бывают уж слишком непонятными или же хорошо скрытыми от невнимательных глаз. Что добавляет изюминки и хоть какой-то сложности в прохождении. Поскольку чекпоинты на каждом шагу. А ваша смерть ни на что не влияет. Стоит отметить открытый мир в виде Спрингфилда. Он точно такой же как в Hit&Run. То есть тут разбросаны коллекционные предметы и здесь же вы можете брать миссии. Но почему же тогда этот открытый мир является более приятным? Все достаточно просто. Нас в него отпускают достаточно редко. Между миссиями. А сами-то миссии проходят либо в здании, либо за городом. Либо же в редких и закрытых локациях Спрингфилда. Должен отметить жирнющее количество отсылок на игровую индустрию. Это нечто. Тут вам и консоли в виде Atari 2600, Wii, Xbox 360, PlayStation 3. Но больше отсылок здесь на видеоигры. Уставший синий ёж, компания выпускающая ежегодно спортивные игры, отличающейся обложкой. Гном-водопроводчик, покемоны. Целые уровни с пародией на Зельду, Medal of Honor и GTA. Тут вообще на неё полно отсылок. Также множество плакатов, небольших боссов. Всё это любезно отсылает к мастодонтам игровой индустрии. Что приятно видеть и в без того хорошей игре. С юмором тоже не накосячили. Как вам финал, где мы сражаемся с богом в ритм игре, пока у него от проигрыша не взорвётся приставка. Итого хочется выделить, что это превосходное путешествие в мир, состоящий из жёлтых человечков. Состоящий из жёлтых мультипликационных человечков. Радующие своим юмором, разнообразием, атмосферой и общим настроением. Помогающие скрасить времяпрепровождение. Субтитры создавал DimaTorzok